Всем привет! Команда Универньюз приготовила для тебя порцию актуальных новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Смотри сегодня. Фестиваль семьи и сотрудников состоялся в Казанском университете. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков посетил Казанский федеральный университет. В Казани из-за обмеления реки Волга на дне нашли каменную мостовую. История университета не может оцениваться исключительно по научным результатам. История университета – это история людей, семей и судеб. В КФУ состоялся очередной фестиваль семей, сотрудников, преподавателей и обучающихся. Все подробности далее. 15 мая в Униксе состоялась церемония открытия фестиваля семей, сотрудников, преподавателей, обучающихся КФУ. Департамент по молодежной политике совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов провел яркий масштабный праздник, приуроченный к Международному дню семьи. Вы знаете, наш университет – это одна большая семья. Независимо от того, преподавательская семья, студентская семья, вообще мы имеем семью или нет, поскольку студенты здесь обычно знакомятся и потом, либо в процессе обучения, либо потом в основном формируют собственную жизнь и собственную семью. Вот уже третий год на площадке собирается все больше и больше участников. Мне кажется, что этот праздник, он работает на формирование корпоративной культуры нашего университета и способствует улучшению климата в университете, поскольку люди в результате соревнований друг друга больше узнают, дети узнают, где работают их родители, поскольку все проходит на площадке университета. Я думаю, будет очень правильно, если со следующего года мы сделаем отдельные конкурсы и для внуков наших сотрудников, ведь дети – это одно, а внуки – это совсем другое. Привлечь еще больше внимания детей и поднять им настроение помогли аниматоры, а затем гости, зрители, участники фестиваля наблюдали творческие номера талантливых студентов. Приветственным словом торжественную часть открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Мне часто задают вопрос, а зачем мне вообще все это делать, ведь задача университета все-таки разрабатывать образовательные программы, заниматься подготовкой будущих специалистов, проводить научные исследования. Но наш университет сегодня – это не обычный классический университет, это целая корпорация. И, соответственно, нам нужны праздники, которые бы всех нас объединяли. Также в ходе праздника состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурсов. Труды студентов, сотрудников и их детей были по достоинству оценены оргкомитетом и руководством «Альма-Матер». Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универ-Ньюс. В Казанский федеральный университет прибыл глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Встреча прошла с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Что объединяет Казанский университет и Карелию, узнаешь в сюжете. Казанский федеральный университет посетил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Встреча состоялась 14 мая. В ходе визита ректор КФУ Ильшат Гафуров продемонстрировал Центр симуляционного и имитационного обучения. Проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов показал, как готовят врачей будущего в медицинском кластере университета. Здесь представлены самые современные технологии обучения, тренажеры, роботы-симуляторы и манекены. На них студенты отрабатывают определенные медицинские навыки. В рамках встречи Ильшат Гафуров рассказал о возможностях университета. В общем, бюджет университета из года в год где-то от 10 до 12 миллиардов рублей. Из них мы примерно 4 миллиарда получаем в виде разных субсидий и грантов, а основную часть, в общем-то, мы зарабатываем. У нас сегодня обучается более 7150 студентов из 98 стран мира. То есть мы после РДН стали вторым по количеству иностранных студентов. Гостю также рассказали и о подготовке и переподготовке в Казанском федеральном университете педагогических кадров. О подготовке педагогических кадров мы по всем рейтингам. Таймсу мы первая в стране, мы занимаем 120-125 позиции в мире, стране первая. А по УЭСу мы третья, первая МГУ, высшая школа экономики и мы. То есть вот мы их тройка. Но среди этой тройки единственное мы готовим учителей. Ни вышка, ни МГУ учителей не готовят. Ильшат Гафуров также отметил, что в 2014 году было подписано соглашение между КФУ и вузами Карелии. Обсуждалось развитие сотрудничества в области медицины, образования и экологии. Мы должны четко обозначить, где мы видим точки взаимодействия. Наверняка это, правильно сказали, экология, туризм. Кстати, у нас еще очень важное направление сегодня это Белое море, это Арктическая зона. Кстати, мы могли бы здесь тоже компетенцию вообще развивать. В рамках взаимодействия уже и Петербургского, и Московского, и Казанского, и Казанского университета. Объединить усилия именно с точки зрения изучения Белого моря, его запасов, возможности использования. Губернатор Республики Карелия предложил разработать дорожную карту. Он отметил, что прозвучали интересные предложения о сотрудничестве. Уже в ближайшее время начнут реализовываться совместные проекты. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На сегодняшний день аллергия проявляется у 20% людей. Вузы, в числе которых и Казанский федеральный университет, активно занимаются этой проблемой. Подробнее об этом в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел семинар «Прецизионная медицина». Новые диагностические и терапевтические возможности для иммунологии, аллергологии и смежных дисциплин. Докладчиками стали представители КФУ, Российской академии наук, а также Венского университета. По разным данным, до 20% людей страдают аллергией. Для решения этой проблемы привлекается и Казанский федеральный университет. Вузы совместными усилиями при помощи медицинских наработок будут бороться с аллергией. Казанский федеральный университет. Артем Топичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Из-за сильного падения уровня воды Волги в Казани жителям города открылась старинная мостовая, которая пролегла по дну реки Казанки. Там горожане находят артефакты разных лет, некоторые уже принялись за археологические изыскания с металлоискателями. Подробнее в сюжете Алсуса Таровой. В данный момент мы находимся в акватории реки Волга, которая обмелела из-за снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Но это все послужило тому, что мы с вами сейчас идем по дороге, которая вела к старому речному порту. Ну а подробнее нам об этом расскажет наш эксперт. Дорога, которая вышла после ухода воды, она вела на пристани, которые находились в устье Казанки. Сначала это была, видимо, грунтовая дорога, потому что мы знаем, что еще в Средневековье там находились ярмарки. Мостовую построили в 19 веке. Она соединяла старую пристань города Бакалду, располагавшейся в Адмиралтийской слободе и центр Казани. Также под водой находились трамвайные пути, которые вели к Петрушинскому разъезду. На сегодняшний день Казанский университет уже начал исследовать данную археологическую находку. Сейчас проводятся совместные работы университета и Академии наук Республики Татарстан по фиксации этой дороги. Современные технологии, позволяющие фиксировать в новых форматах, в том же самом 3D, с использованием беспилотных летательных аппаратов. Данная съемка позволит после поднятия воды зафиксировать открывшийся участок, который ранее был скрыт Волгой. Вот сейчас мы получаем трехмерную модель, которая станет дополнением к исторической топографии развития города, его функционирования, вплоть до даже середины 20 века. Но самый интересный момент – это 19 век, начало 20 века. Вроде бы, кажется, не так далеко было, но мы об этом не знаем. Есть у нас картографический материал, вот я вам показываю. А как это выглядело вживую, в реальности, как это каждый человек камушек поставил и как это сформировалось в такое дорожное полотно, вот это будет очень интересно. На сегодняшний день люди уже начали выкладывать в социальные сети свои находки. Всякие люди, которые заинтересованы в добыче каких-то артефактов или не только артефактов, выезжают туда. Понятно, что интересно посмотреть, но нужно сбалансированно подходить. В дальнейшем общее понимание и выпавшая возможность позволят дополнить историческую картину, а также расширить туристический потенциал города Казань. Алсус Аттарова, Александр Юдин, Универ Ньюс. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе самых интересных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok